Всем привет! Мы в бортшопе Squat. Давно не виделись, по крайней мере, со мной. Сегодня поговорим о креплениях. Так вышло, что возникла необходимость провести, скажем так, параллели в креплениях, что же такое жесткость крепления, что же такое так называемый flex. Да, это немножко разные вещи. И хотелось бы поговорить в целом о том, как выбирать крепление под себя и не слушать никого, может быть, даже при этом. Ну или послушайте нас. Ну да, мы не хотим как бы навязывать какое-то прям мнение. Мы просто попытаемся между собой понять, а вы послушайте, какие вещи в креплениях, на что вы обращаете внимание при выборе, на что могут повлиять. Ну, точнее, они повлияют на ваше катание. Вот таким образом. То есть я тут даже чуть-чуть какой-то списочек вопросов накидал. Ну, типа того, что вот приходит человек в магазин, он еще не знает, что ему нужно. Ну, точнее, может быть, даже знает, но не понимает, как ему выбрать, а спросить стесняется. Или, к примеру, он покупает, выбирает, сидя дома, где-то там в интернете. Поэтому какие-то такие, может быть, начальные, базовые вещи, а может быть, мы затронем и более глубокие моменты, на которые вы будете обращать внимание. Да, в формате диалога такого, наверное, хотелось бы развеять некоторые мифы о креплениях. Например, принято считать, что парковое крепление должно быть мягким, для новичка крепление должно быть мягким, а для фрирайда должно быть жестким. На самом деле это не совсем так, хотя и не лишено логики. Попробуем все-таки понять, как на самом деле все это. Я буду ориентироваться на какой-то свой личный опыт, как я выбираю крепление, а крепление я перепробовал, ну, 20 разных, наверное, за все свое катание, это точно. Поэтому есть чем сравнить, есть что понять. Если помните старые видео на канале Скотт, которые были, например, про Клю с моим участием, то есть я и с Клю могу сравнить что-то. Вот, так что попробуем сейчас разобраться. Леха, да, Леха давно очень катается и много, главное, катается, поэтому он и эксперт у нас тут. Да, с чего вообще началась идея этого видео? С того, что, ну, это на самом деле про технологию скейт-тек было, но потом это приобрело такой... Он не заметил даже. Так вот, по поводу скейт-тека это все началось. Юра говорил, да это не работает, это все маркетинг. Честно скажу, мне скейт-тек не совсем подходит под мой стиль катания. Да, и сразу ремарочка, я не какой-то именитый фрирайдер или карвер, я занимаюсь строго фристайлом, наверное, неплохо занимаюсь давно, поэтому буду смотреть все с точки зрения фристайла в первую очередь, но так как несколько сезонов я прожил в поляне, я понимаю, что такое фрирайд, разный фрирайд, то есть в эту сторону тоже будем смотреть. С чего все началось? Юра говорит, скейт-тек не работает. Нет, я так не говорил. Я говорил, что оно работает, но оно не работает как бы... Оно работает не как-то фантастически лучше, чем обычное крепление, то есть оно работает, так скажем, но одинаково. Ну, точнее, как одинаково. То есть когда у вас вот доска, крепление, там, ботинки какие-то разные, там, технологичных уровней, все равно кататься управляете доской вы. Если вы все это положите, просто поставите, оно никуда не поедет и кантоваться не станет, поэтому основное умение это ваше, ваше действие на доске, а не действие оборудования. Я поэтому говорил, что, ну, по моему ощущению, нау это хорошее крепление. И там и другие, там обычные крепления тоже хорошие крепления. На тех и других можно вполне хорошо кататься и чувствовать себя прекрасно. Я тонкостей этих не различаю для себя, но я не катаюсь, так скажем, так много, как, например, Леха, который может объяснить, чем они, например, отличаются. Ну, давайте чуть-чуть по порядку начнем. Мы к этому вопросу еще вернемся. Вот про жесткость, да, мы когда приходим выбирать крепление, мы говорим, какое нам крепление, да, там, какое нам нужно крепление, там, новички, говорит, нам обычно все советуют новичкам, надо что-то помягче, потому что их действие, движение на доске не всегда точное и поэтому приводит к падениям. Поэтому, вообще, для чего жесткость креплений нужна, да, для того, чтобы точнее передавать движения твои вот эти вот на доску. Вот, но чем жестче крепление, тем, точнее, тем быстрее передается на доску твои. Поэтому, давай про это поговорим. Кому нужны жесткие, кому нужны мягкие и в каких моментах? Сразу хочу пояснить, что ты мыслишь как олдфак. Ну, то есть, ты давно в этом деле и ты застал времена еще, наверное, железных бенд металлов. Тогда, действительно, мы ориентировались как? Нам производитель говорил, эти крепления мягкие, эти крепления средние, эти крепления жесткие. Все крепления all-mountain. По большому счету, они просто как соединительный элемент между ботинком и доской. Во-первых, нужно понимать, что выбор сноуборда и вообще в целом оборудование начинается с ботинок, в первую очередь. И дальше, понятное дело, принято выбирать доску, но, ориентируясь на ботинки, мы уже можем понимать, какое крепление нам подойдет, потому что мы, как правило, знаем, в какую сторону мы хотим развиваться. По поводу всех технологий, таких как мини-диск Union или SkateTech, да, понятно, когда-то были железные крепления бенд металл, в которых не было никаких технологий, они были жесткие, скажем так, экспертного уровня. Но работает ли это сейчас? Да, тогда катались на жестких кемберах, на таких креплениях, но прогресс ушел далеко вперед. И нужны ли все эти технологии? Тогда круто было прыгнуть, например, 360 и все пищали от этого. Сейчас кто-то прыгает 1080 и для всех это обычное дело. Это я к чему? К тому, что уровень катания ушел далеко вперед, так же как и технологии. И связан ли уровень катания массовый с технологиями, которые применяются в сноубордах, ботинках, креплениях? Да, конечно, да. Если сейчас именитым прорайдерам дать то, на чем Юра начинал кататься, маловероятно, что он выиграет X-Games на этом стаффе. Да, он все равно будет крутой. Как говорят некоторые известные блогеры, профикам пофигу на чем кататься. На самом деле это не так. И давайте попробуем разделить крепления на типы, скажем так. Какие у нас типы? Новички, фристайл и, наверное, фрирайд основные. Правильно? Или... Ну, скорее всего, новички, да, новички фристайл, новички фрирайд, это, наверное, разные крепления. Ну, я тут скорее... Обычно, когда новички фрирайд не катаются. Да и фристайл тоже. Они, скорее всего, на фристайл быстрее дойдут, чем на фрирайд. Возможно, но это зависит, наверное, от возраста еще. Не суть. Ну, кстати, да. Когда я говорю... Молодежь, молодежь, ты сейчас как катаешься? Ты хочешь фигачить по трубам там, не знаю... Молодежь, ты где? Давай начнем с этого. Фигачить с трамплинов или хочешь, не знаю, там, по полям кататься или по лесам? Ну, фрирайд или фристайл? Что тебя привлекает? Я просто к чему. Смотри, обычно новичок, он не умеет ничего. И когда он выбирает себе крепление, он не знает, чем он будет заниматься. То есть, что мы имеем? Его уровень катания ниже среднего, и ему нужно крепление универсальное, на котором он может попробовать все. Когда мы уже говорим про фрирайдеров, это, скажем так, средний уровень и выше. И фристайл то же самое. Средний уровень и выше. Человек, который просто может дать паудер терна во фрирайде или который может сделать 50 по периле и прямой прыжок с трамплина, мы их относим все-таки, наверное, к новичкам. Причем, скорее всего, у этого человека одно крепление на все случаи жизни. Так же, как и, может быть, даже сноуборд. Давай, что у тебя? Ну, им жесткие крепления, походу, не нужны, да? Особо жесткие. Новичкам, как правило, да. Раз они не могут свои движения правильно контролировать. Да, но говорить, что, например, парковым ребятам нужны мягкие крепления, это не совсем правильно. Зависит от уровня катания. То есть, если человек уже научился кататься, ему нужны жесткие крепления, но которые флексят. Вот. И что же такое этот волшебный флекс? Можем обсудить более детально. Флексит? Флексит? Так вот, разные технологии в креплениях. Самый простой для понимания пример, это, наверное, крепление Union. У нас есть одно крепление Union на данный момент в магазине. Новая коллекция, вот мы ее ждем буквально со дня на день. Причем, забавно, что вот этой модели больше в линейке Union не существует, что только подтверждает мое мнение по поводу мягких креплений в парке. Это крепление Contact Pro конкретно. Оно на мини-диске и считается таким джибовым креплением. Конкретно это Скотта Стивенс Pro модель. Ну, Скотта Стивенса, я думаю, все знают. Такой очень креативный чувак, которому, казалось бы, нужно мягкие крепления. На самом деле тоже не совсем соответствует правде. Так вот, почему про Union проще всего говорить? Потому что Union даже по всей стилистике разделили линейку креплений на две ветки. All Mountain и Freestyle. И в той, и в той ветке есть крепления как мягкие, так и жесткие. Но отличаются они принципиально диском. В All Mountain креплениях большой диск, то есть как на стандартных креплениях. Вот такой вот. Такой здоровый диск. На Freestyle линейке Union маленький диск. Для чего это нужно? Для того, чтобы крепление флексило относительно доски. То есть, вот чем мне нравится мини-диск, в отличие от, например, скейт-тека того же. Про скейт-тек мы еще отдельно поговорим. Кому, зачем, как работает и какое позиционирование. Для понимания мини-диск очень просто. У нас из-за того, что маленькая контактная точка, а здесь мягкий демпфер, большая платформа, крепление относительно доски вот так вот гуляет. Гуляет оно во все стороны. И вперед-назад, и влево-вправо. Соответственно, 360. Скейт-тек, ну про качельку вы наверняка уже слышали, оно гуляет только вперед-назад. То есть, оно не гуляет в стороны. Для меня лично подходит больше мини-диск. И, ну вот, на данный момент я катаюсь, например, на юнионах с мини-диском, хотя и довольно жестких. Мини-диск помогает нам двигаться относительно доски. Больше всего это заметно, наверное, в катании по перилам, потому что на перилах нужно отклоняться относительно доски. У тебя перила может ехать плохо, может хорошо. Ты должен относительно доски двигаться вперед-назад, влево-вправо, во все стороны. Так же, как и с трамплинов. Но, если твой уровень катания высокий, то тебе не подходят мягкие крепления. Тебе нужны жесткие крепления, но на мини-диске. Поэтому юнион убрали вот эту вот модель из линейки. Она слишком мягкая для тех, кто уже умеет кататься, но слишком дорогая для тех, кто еще не умеет кататься. Для тех, кто не умеет кататься, во фристайл линейке юнион есть модель Flight Pro. Следующая модель, по большому счету, получается Strata. И Contact Pro как будто выбивался. Он недостаточно хорошо подходит новичкам из-за своей цены и не подходит тем, кто уже умеет кататься из-за своей жесткости. Коротко вот о юнион. Поэтому эту модель убрали. Ну смотри, ты говоришь, то есть вот эта, получается, модель мягкая. Мягкая она почему? Потому что здесь пластмасс... Ну, помимо мини-диска, здесь еще демпфер есть не только сверху, но и снизу. И плюс еще сама платформа, она пластиковая, да? То есть у пластика есть какой-то свой этот flex. То есть, например, если мы возьмем какую-нибудь платформу, там, композитную, да? То есть, где пластик еще со стекловолокном замешан, она, конечно, гораздо жестче. Или хайбэк тут тоже жестче? Вот если карбоновое, если возьмем полностью карбоновое крепление, карбоновое, я так понимаю, фристайл вообще не используют или все-таки используют? Нет. Карбон слишком жестко для фристайла, я ни разу не видел, чтобы во фристайле использовали карбоновое крепление. То есть, оно совсем не гнется, во фристайле это не нужно, потому что если ты чуть-чуть криво приземляешь трюк, то ты выхватываешь сразу, ну, как минимум конта и падаешь. То есть, это не совсем та история. Кстати, давай, ладно, сейчас про мини-диск, раз мы уж его затронули, у меня тут был тоже вопрос по нему. Есть такое мнение, что мини-диск не подходит тяжелым людям, но тяжелым это имеется в виду, наверное, 90 плюс, там, килограмм, может быть, даже еще тяжелее. Потому что, когда вы полностью своим весом можете в какие-то моменты упасть, не знаю, надавить на кан, там, на доску, то это просто вы можете вырвать диск. Такие случаи уже, кстати, были и, как это, доказано практикой, так скажем. Но получается, что, скорее всего, по моему личному мнению, человек, там, с весом 90 плюс, он вряд ли начнет заниматься фристайлом. Нет, а даже если начнет. Потому что, ну, блин, ну, как бы у сноубординга есть какие-то свои габаритные ограничения. То есть, кататься просто по полям, это одно, да, а кататься, там, не знаю, прыгать с трамплинов, это другое. На трамплинах ты, наверное, уберешься гораздо быстрее, да, к какие-то моменты, там, неправильно приземлишься, там, зацепишь кантом, и когда у тебя нагрузка такая, что ты просто можешь вырвать с доски этот мини-диск, опять же, из-за маленькой площади. Ты говоришь, что мини-диск ставят обычно на фристайл крепление, а тяжелые люди в фристайл будут вряд ли прыгать. Нет, ну, опять же, давай вспомним такого человека, как Трэвис Райс. У Трэвис Райса на Pro-модели его креплений, которые он выбирает, мини-диск. Трэвис Райс не маленький чувак, и он в основном катается во фрирайде. Так вот, к чему я? Ну, Трэвис Райс, да, не единственный пример таких габаритных людей, есть и другие, особенно всякие, там, норвежцы. На самом деле, мини-диск или большой диск, вот если ты имеешь в виду, что у тебя крепление при перекантовке поднимается от носительной доски, и вот здесь вот появляется пространство, это не совсем прямая зависимость от мини-диска. Важна жесткость базы. То есть, вот, например, Юнион даже в каталоге указывает три жесткости, хайбэк, стрэпы и база. Так вот, как ты думаешь, если у тебя база с жесткостью 3, и она на большом диске, или у тебя база с жесткостью 7, но она на мини-диске, какая из этих двух баз сильнее оторвется от доски? Какая будет противопоказана тяжелым людям? Мне кажется, что ответ очевиден, и тяжелым людям просто нужна жесткая база. Мини-диск это не совсем то. Это, скорее, мини-диск позволит креплению чуть-чуть ходить, а не прям отрываться. То есть, бывают крепления, вот, помнишь, с фиксом вот этот кейс, то, что у жесткого крепления, ну, у него же большой диск, это самое жесткое крепление в линейке, но база отрывается от доски на полсантиметра. То есть, здесь не совсем мини-диск история, просто нужна жесткая база. Ну, кстати, да, вот эта история про разные жесткости деталей, да, разных частей крепления, это тоже интересная штука, потому что, наверное, на нее стоит тоже при выборе крепления обращать, точнее, не стоит, а необходимо на нее внимание обращать. Ну, при выборе, так скажем, обычных креплений, там, не скейт-эка. Да, здесь нужно понимать две вещи. Первое, нужны ли вам очень жесткие крепления, и второе, нужен ли вам флекс. Вот, главное, понять, что такое флекс. Так что же такое флекс? В разных брендах, брендах креплений именно, вот, кто занимается креплениями, известные бренды, как правило, они применяют всякие разные технологии для достижения этого флекса. О чем я говорю? Вот, например, карбоновое крепление Now. Оно жесткое, производитель показывает десятку, но при этом у него есть этот же скейт-тег с такими же бушингами на такой же платформе. Так вот, если бренд крепления хочет сделать крепление 10 из 10, почему они не убрали тогда эту качельку? Ну, потому что это их фишка. Нет, не совсем так. Флекс-крепление не влияет на его жесткость. Флекс-крепление влияет на комфорт, на перекантовку, на то, насколько устанут у тебя ноги. То есть, например, скейт-тег нужен в первую очередь для чего? Для того, чтобы разгрузить твои ноги, икры, твой таз. То есть, на обычных креплениях ты вынужден управлять доской как подошвой, так и телом заваливаться. На этих креплениях ты разгружаешь свои стопы, как минимум и икры, потому что тебе стоит чуть-чуть завалиться, и на этой качельке ты проваливаешься на один кант. То есть, маленьким завалом ты в кант отдаешь энергии больше, чем завалом и подъемом пяток на обычном креплении. В принципе, скейт-тег в первую очередь нужен для этого, чтобы проще было завалить. При этом, если брать, например, мини-диск, когда мы заваливаем, тоже крепление Flexit, нам проще завалить с мини-диском в кант усилия. Но, когда мы делаем перекантовку, то есть с одного на другой, мы медленно, такой, как качелькой, что ли, медленно переваливаемся обратно. На скейт-теге это происходит гораздо быстрее, потому что мы завалились сюда, потом мы просто перекидываем вес на пятку, и она хоп, сама сюда. Поэтому она называется скейт, что как на скейт-подвеске. Нету состояния плоской доски, ты всегда на канте. И перевалиться с одной стороны качели на другую, то есть вот так, гораздо проще. Единственное, вот почему эта технология не подходит конкретно мне, потому что она Flexit только вперед-назад, а мне нужно во все стороны. Поэтому мне подходит мини-диск. Если скейт-тег разовьется настолько, что бушинги будут работать во все четыре стороны, то, скорее всего, я выберу себе такую технологию. Потому что этот бушинг, он не только проминается, когда ты заваливаешь кант, но и отстреливает, когда ты его разгружаешь. Это логично. Это как на скейте дорогие подвески и дешевые сравнивать. Дорогие подвески легко прожимаются и легко отстреливают назад. То есть нам главное, чтобы они отстреливали, чтобы они отдавали нам свою энергию. Слушай, но конструктивно в таком креплении не получится сделать вот этот боковой фрекс, потому что у тебя вот этот вот, как сказать, ось качелек, она просто жестко прикручена к сноуборду. Это самая жесткая часть креплений, да? Да, но смотри, у нас же... Никак не будет... У нас все на качели, почему? Потому что у нас на оси. А если мы каким-нибудь образом сделаем шарнир, который во все стороны? Это я не инженер. Суть не в этом. На самом деле, лет 20 назад ты бы сказал, что и вот такого достигнуть очень сложно. Просто это я к чему? К тому, что технологии идут, и вот когда эта система с бушингами достигнет ротации в 360 градусов, это будет просто вау, будет просто бум. Пока имеем то, что имеем. На самом деле, если вы не катаетесь по перилам, то вот это офигенная тема, и она реально работает. И я, кстати, не противник там этого скейт-тека, как вы могли бы подумать. Просто я, так скажем, у меня есть некий скепсис между выбором вот такого крепления обычного классического и скейт-тека. Ну, то есть и то, и другое крепление и работает, и хорошо работает, имеет место быть. Какой выбрать вам? Тут, честно говоря, ваше мнение, наверное, будет учитываться прежде всего. Может быть, какие-то другие вещи учитываться. Там, как цена креплений, там, не знаю, расцветка. То есть я не думаю, что тот же крепление Юнион, которое не делает никакого скейт-тека, оно как бы может считаться устаревшим и, типа, не имеет права на существование. Конечно же, все эти вещи имеют право на существование. И это в том числе, ну, как для себя у меня может быть даже такая мысль. Вот, что лучше, там, BMW или Mercedes, да? BMW. Ну, ты себе купил, конечно, да. А так вот, ну, походу, и то, и другое машина, и то, и другое крепление. А ты не против, если я проведу параллель с брендом Salomon? Ну, мы его как бы не продавали никогда, и, в принципе, его сейчас нет в России, но с точки зрения крепления у них есть технология Shadow Fit. Слышал что-нибудь об этом? Не помню. В общем, если в двух словах, это великолепная разработка, реально очень крутые крепления, но они нифига не продавались. Почему? Потому что большинство катальщиков выбирают по двум критериям. По трем критериям. Цена, дизайн, надежность. Наверное, так. Так вот, что такое Shadow Fit? Компания Salomon в какой-то момент додумались сделать мягкую пяточную дугу. То есть, представьте, она за счет натяжения на кевларовом тросу. В чем смысл? Когда ты давишь в хайбэк, когда ты опираешься на него, трос натягивается, и дуга под давлением хайбэка становится жесткой. То есть, хайбэк никуда не девается. У них есть крепление и с жесткостью 8 и 9. То есть, это не совсем фристайл история. Но в чем прикол? Когда ты перестаешь давить на хайбэк, трос расслабляется, дуга расслабляется, и крепление становится мягким. То есть, когда ты едешь на сноуборде, крепление жесткое, а когда ты отрываешься от земли, оно мягкое. Это гениально. Так вот, я катался на таких креплениях, я выбрал себе средней жесткости, чтобы затестить технологию. Это реально работает. Вот представь, по периле едешь ты, пока ты скользишь, у тебя жесткое крепление, ты все контролируешь. Стоит тебе чуть расслабить вес, пяточная дуга становится мягким, и ты без проблем скручиваешь любой трюк, как креветка, и изгибаешься относительно доски. Это вот что касается именно джиббинга. Как это может работать во фрирайде? Прыгаешь ты с пампушки, с кочечки, все, что мы любим, вот это вот. Все же прыгают. Просто это тоже вот нельзя разделить мир на черное и белое. Даже во фрирайде все равно есть элемент фристайла. Вот если ты катаешься во фрирайде, вот скажи, неужели ты никогда не отрываешься от снега? Да, конечно, отрываешься. И желание сделать 180 или греб у тебя в любом случае присутствует, даже если ты весишь 120 килограмм. Я не поверю, что этого желания нет, потому что на сноубордах мы все дети. Так вот, представь, ты отрываешься от земли, крепление твое становится мягким, и ты можешь дотянуться до любого греба, как в супермягких парковых креплениях. Но стоит тебе приземлиться и начать кантоваться, контролировать твое крепление снова жесткостью 8. Так вот, эта технология просто гениальная. Но почему она провальная? Потому что люди не поверили в это. И до сих пор доски Соломон продаются хорошо, а крепление с этой технологией плохо. Почему? Потому что люди не верят. Потому что в людях присутствует скепсис. Как убедить людей, что это реально работает? Попробовать. Заставить попробовать. Да, но ты вот это пробовал и все равно не понял. То есть тут... Да, я попробовал, я просто не почувствовал. Продолжение следует...